Рада видеть вас сегодня у нас снова. Ежечетверговые наши публичные лекции по Литру. У нас сегодня очень интересные гости. Мы немножечко сегодня изменили формат. У нас сначала будет непосредственно материал, тема заявленная, которую подготовила Александра. И потом я буду задавать вопросы, а в конце вопросы сможете задать вы, только просьба делать это в микрофон. Вот тут вот, потому что у нас все идет на запись. И все будет смонтировано. Вот, поприветствуем нашу гостю. Представьтесь, пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня зовут Александра Бектимирова. И я исследовательница культурных процессов. У меня очень много самых разных научных интересов. По первому образованию я исламский теолог. И вот так вот получилось. И по второму образованию я заканчиваю магистратуру культурологии. И под культурными процессами мне интересен и автофикшн, и другие вещи, которые происходят вообще вокруг нас. Мне интересно это исследовать, как-то разворачивать по-новому. И я пишу даже какие-то статьи иногда научные. Еще по совместительству я работаю в независимом издательстве ТОН. И являюсь иногда художественным редактором, иногда корректором, иногда просто редактором. И сегодня я бы хотела поговорить о трансформации текстов между личным и публичным. Сразу скажу, что я не филолог, хотя очень хотела им быть в какой-то момент. И я буду говорить очень общо, но делать большой акцент на автофикшене и о каких-то новых форматах и формах, которые возникают сегодня и после 2010-х годов в России, и после, не знаю, 2000-х, и как они возникали в течение долгого времени в литературе. С чего бы я хотела начать? Я бы хотела начать с деления вообще текстов на западные и восточные. Изначально, то есть это средневековый текст про героев, западный текст, и восточные тексты, которые воспевают долг, воспевают какие-то национальные нарративы, и они противодействуют христианскому влиянию. То есть там возникают какие-то национальные герои, национальные идеи и политические, идеологические вещи тоже. Как мне сейчас кажется, это деление на западную и восточную литературу устарело, потому что это очень ориенталистский взгляд. То есть в западную литературу внезапно входят и литература написана на иврите, и древнегреческая литература. И мне кажется, что это не совсем верно, не совсем правильно, а в восточную литературу входит и литература стран Африки. И это тоже странно. Текст развивается, и к XIX веку складывается вот этот традиционный европейский роман с нарративом, с главными героями, с каким-то каноном. И что такое нарратив? Это повествование. То есть это разные истории, которые имеют начало, середину и конец. То, как мы привыкли видеть всякие рассказы, повести. И роман строится по такому же типу. Но часто романы, они больше про публичное, про государственное, и про проблемы в социуме, и про проблемы внутрики государства, социума, и всей иногда бюрократической структуры. Если мы вспомним школьную литературу, то это «Война и мир», «Война и мир», это, собственно, роман о войне, как о таком социокультурном событии, как она повлияла на жизни других людей. «Ревизор», проблемы бюрократические, то же самое, «Мёртвые души» Гоголя, проблемы бюрократические в стране и вообще наличие крепостного права. «Медный всадник» — это памфлет лично Александру Второму от Александра Сергеевича Пушкина, и за что он был и сослан позже. И самый важный, как мне кажется, роман, который замыкает, ну, мою пятёрку лидеров, это роман «Воскресенье» Толстого, который критикует судебную систему России. И, как ни странно, что сто лет назад, точнее, даже больше, ну, нет, сто лет назад, 1905 год, «Воскресенье» вышло, и что сегодняшний, 2023 год, «Воскресенье» читается очень актуальным. Дальше возникают такие формы, как мемуары, дневники, что-то личное, и обычно это не предназначалось для публикации. То есть человек писал в стол про свою жизнь, про личные проблемы, потом после его смерти эти архивы вскрывались, и его родственниками публиковались. Таких историй много, это почти все дневники, то есть Франц Кавка, он вообще не хотел ничего публиковать, это спасибо человеку, который владел его правами после смерти, и издал всё, что мы имеем сейчас на руках, и можем читать. Это дневники Толстого, это дневники даже Сьюзен Сонтак, исследовательницы, которая написала книгу про фотографии и про фотографическое, и её мемуары опубликовал сын, но он говорил о том, что это так нужно было, он чувствует, что это должно быть опубликовано. Так чувствовали многие, но по сути это все мысли, все чувства нараспашку, и это очень много человека, который в этом, очень много человека, которые об этом пишут, это по сути пересказ его жизни, какая-то субъективная оценка, очень много эмоций, и то же самое можно сказать о переписках, которые публиковались постфактум. Наверное, самая яркая для меня и запоминающаяся, это переписка Кэти Акер и Маккензи Йорка, и это переписка, как будто бы письменный роман в буквах, в предложениях, и видно, как два человека очарованы друг другом, то, как они мыслят и ловят какие-то вещи, и мысли друг друга иногда спорят, но дальше эти отношения как бы не продлились, они были приятелями, и переписка обрывается. Про формы. Формы начинают видоизменяться вообще в начале XX века. Один из самых, мне кажется, таких иллюстративных примеров это роман Вирджинии Вулф «Миссис Делуэй». Здесь нет какого-то нарратива, здесь есть описание, очень много описания пространства, описание городского пространства, это мир ощущений, и как будто бы мы врываемся в поток мыслей писательницы, которая описывает всё, что она видит, то есть листик, лавка, скамейка, собака, женщина в пышном белом платье, которая прошла мимо, и это новаторство в литературе того времени, потому что так не писал никто. Позже стали писать по-другому, и полистилистичность, и смещение множества стилей в романе Джойса Джеймса «Улисс», и позже он начинает заигрывать в своём другом романе «Поминки по Фенигану», или есть ещё второе название, но мне ближе в переводе «Поминки по Фенигану». Вот, и там он начинает играть не только с формой произведения, но и с языком, то есть он внедряет заимствование европейских языков, финно-угорских и даже, ну то есть славянской группы, и всю тонкость этого произведения может понять человек, который владеет этими языками, либо нужно иметь какой-то суперперевод, который бы с каждой сноской объяснял. Вот тут это слово из такого-то языка имеет какие-то и такие обозначения и имеет двойное обозначение. Допустим, у нас замок и замок, какие-то такие вещи, которые могут трактоваться с двойным смыслом и играть на этой форме двойного дна, вот так я бы сказала. Вот, и дальше я бы хотела обратиться к эго-документам, то есть мемуары, дневники — это эго-документы, и они были опубликованы, условно, иногда, часто, но часто, вот так я бы хотела сказать, не по своей воле писателя, то есть постфактум, после смерти. Что же происходит сейчас? Сейчас появляется автофикшн как новый жанр. Говорят, что он появляется в десятых, но на самом деле, мне кажется, много прошлых произведений середины 20 века, может быть, даже середины 19 века по форме можно отнести к автофикшну. Как же так получилось? Автофикшн — это про репортаж, о своей жизни, про субъективный взгляд и видение. И это разговор. Разговор от первого лица. Чаще иногда, чтобы легче было абстрагироваться от третьего лица. и он может быть совершенно разным. Он может сочетать в себе эссе, очерки, какую-то аналитическую литературу. Иногда может быть просто исследованием какой-то темы. И автофикшн — он голос. «Голос человека», которого мы слышим. В своем эссе Ролан Барт, смерть автора, он писал, что мы в какой-то момент не можем различить в романе Бальзака кто же говорит. Бальзак — человек, Бальзак — писатель или его персонаж. И такой вопрос можно задать каждому европейскому роману. Кто сейчас говорит в романе «Война и мир» кто сейчас говорит? Пьер Безухов, Лев Толстой или Лев Толстой — писатель или Лев Толстой — человек, который пережил свой опыт и пытается его тоже вложить в произведение. Автофикшн отменяет эти вопросы, потому что перед нами все эти три героя сливаются в одно. Есть литературное «я», есть автор, который перерабатывает свои воспоминания, и свой опыт. И есть как бы… То есть писатель-индивид априори становится одним человеком. Есть иногда персонаж, который может не совпадать с автором, но все равно транслирует его опыт и его видение субъективной картины мира. Вот. И что происходит? Происходит изменение смыслов. То есть если мы читаем обычный роман, то мы обычно знаем, о чем он. «Смерть плохо», «Герои в конце будут вместе», «Любовь все победит», и какие-то вещи, на которых и держалась литература, то есть которые были прописаны истинной, какой-то канон, которым должно заканчиваться произведение. В автофикшене все меняется. Это может быть суперсубъективная картинка какого-то малого отрезка времени. Одна моя подруга сказала, что очень много автофикшена завязано на то, что женщина собирает свои вещи, куда-то едет и пишет о том, как она страдает. И если мы берем вам самые такие важные, наверное, книжки, которые я бы хотела упомянуть, первые, как я их вообще разделяю, это книга-исследование, книга-исследование автофикшен, где я авторки, писательницы, писателя, неважно, она отодвигается немного на второй план, то есть она писывает свою жизнь параллельно своему повествованию, но само повествование выбирается как бы вперед. Что я имею в виду? Я имею в виду самую первую книгу Оливия Лэнг «К реке». Это очень интересная книга, потому как она построена. Оливия Лэнг путешествует, и она путешествует пешком. Она идет по речке Уз, которая пролегает через всю Великобританию. И она ночует в мотелях, а все остальное время идет пешком вдоль этой реки. И она видит, как река милеет, как река становится глубже, уже, как ее изменило время. И у нее есть три нарратива, три истории, которые она рассказывает в этом произведении. Она рассказывает свои эмоции и впечатления, что она видит, что она чувствует, и что она пережила. Она пережила расставание с молодым человеком, и так решила справиться с болью потери. Второе. Мы узнаем полностью географическую историю этой речки Уз. То есть она рассказывает, в XIV веке тут была такая-то битва, в таком-то веке здесь, на берегу реки, был основан такой-то завод. И все эти остатки, они видны, и она их как бы видит спустя очень долгое время. А третья история — это история Вирджинии Вульф, потому что история Оливии Лэнг, как писательницы, очень связана с Вирджинии Вульф, она ей вдохновлялась. И она для описания этой истории использует весь пул произведений Вирджинии Вульф. И, собственно, Вирджинии Вульф погибла в этой реке Уз, когда во время Второй мировой войны, в 1944 году она боролась с депрессией, и она набила как бы свое платье камнями и пошла в реку, и так погибла. И вообще практически все переведенные, ну даже я бы сказала, все переведенные на данный момент, почти все, переведенные книги Оливии Лэнг, они строятся по такому же принципу. «Путешествие по реке» есть в книжном магазине. Если вы хотите, то можете спросить. Вторую книгу, которую я бы хотела обратить ваше внимание, это бестселлер Оливия Лэнг «Одинокий город». «Путешествие по реке» не так сильно популярно, как «Одинокий город», потому что здесь, по сути, исследование одиночества писательницы, она исследует феномен одиночества с разных точек зрения. С точки зрения искусства, с точки зрения, причем, самого разного медийного, Энди Уорхола, она исследует одиночество через персоналии, через то, как можно быть одиноким, владея, не знаю, подмастериями, как Энди Уорхол, и быть в центре внимания, как можно быть одиноким человеком, который вел 20-часовое, по-моему, непрерывную трансляцию своей жизни, и как можно чувствовать в этот момент себя одиноким, когда твоя жизнь транслируется просто так, а ты внутри своего дома все равно один. Через истории маргинальных художников, которые творили в стол, и потом, когда их квартиру вскрыли, там, я не помню имя художника, но он был дворником, и когда вскрыли картину, они обнаружили кучу клажей, эти клажи сейчас выставляются, то есть сейчас он в США, в Нью-Йорке, суперизвестный художник. При жизни его никто не знал, он был дворником. И она исследует одиночество с точки зрения психологии, с точки зрения социальных связей по Болби, и раскручивает этот феномен с разных точек зрения. Но важен момент, почему она сама этим заинтересовалась, она рассказывает свою историю, как она приехала, она вообще из Великобритании, как можем мы судить, из первой книги. Она приехала в Нью-Йорк и осталась одна. То есть она знакомилась с городом, не имея ни одного знакомого в этом городе. И она пошла в музей и начала заниматься архивами, и начала писать эту книгу. И эта книга ещё исследования в том плане упражнений в искусстве одиночества, как она подытоживает, что мы все, находясь в городе, в городском пространстве, всегда немного одиноки. Всегда мы не взаимодействуем, наши связи ограничены. И она предлагает в самом конце книги как с этим можно мириться. И третья её книга, которая, как мне кажется, не была такой успешной, как «Одинокий город», это «Путешествие к источнику эхо. Почему писатели пьют?» Это тоже путешествие по США, но не по Нью-Йорку, а по многим разным городам. И она исследует феномен алкоголизма и творчества писателей, причём писатели, которые писали в 20-х в Америке до 60-х. То есть там Эрнст Хемингуэй, господи, вот с именами мне, конечно, всё плохо всегда. Хемингуэй, Франсис Котт Фитт-Жиральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер и Рэймон Кавер. Она предлагает очень интересную статистику, кто же из этих людей отказался от пьянства. Я не буду спойлерить, но это интересно читать и как путешествие по городам, как она смотрит на те города, которые описаны в источниках 30-х, 40-х, 20-х годов. И это интересно смотреть с точки зрения пересечения биографий всех этих писателей. То есть как кто-то виделся с кем-то, где они были, в каком-то одном баре, как они вместе там эмигрировали в Париж и были в Париже в какое-то время, какие у них были там депрессивные эпизоды, проблемы какие-то личные, которые описаны, как и описан опыт алкоголизма в некоторых книгах. Также она ещё рассматривает также алкоголизм через призму химии и воздействия алкоголя на мозг. И эта книга, по-моему, она была на самом деле первой её вышедшей, то есть они выходят ретроспективно. Первая книга была «Путешествие к источнику эхо», вторая «Путешествие по реке», без слова «Путешествие к источнику эхо», «Путешествие по реке», и третья — «Одинокий город». Позже выходили её другие книги. Есть роман Круда, который автофикшен и который писался с позиции Кэти Айкер, что было бы, если бы она выжила, и что было бы, если бы она оказалась в 2019 году. Это совершенно другое видение, это попытка влезть в шкуру чужого человека и через знания биографические и знания жизни как-то это обработать и выдать совершенно новый продукт, наверное, своего времени. Это всё, что касается книг-исследований. Есть другая писательница, Мэгги Нельсон, и у неё есть три книги автофикшена, на которые я бы хотела опереться. Первая — это «Синеты». Это совершенно новая по форме, мне кажется, книга. Может быть, так писал кто-то ещё, хотя, да, так писал определённо кто-то ещё. Заметки Виттгенштейна строятся по тому же принципу. В принципе, заметок. Ну, то есть там заметка, следующая мысль совершенно, которая не имеет связи с предыдущей, а иногда имеет, а иногда не имеет. И мы не знаем, в какой момент были написаны эти заметки, в один ли день, как она их структурировала, редактировала ли она их, меняла местами, в аналогическом этом порядке или нет. Почему «Синеты»? На английском название этой книги «Блюз», а «Блю» обычно имеет в английском языке точную ассоциацию с грустью. И, по сути, на русский язык они переведены как «Синеты», но их можно было перевести как, не знаю, «Грустинки», наверное, это слишком странный перевод, но такие заметки грусти, наверное, которые тоже посвящены опять-таки расставанию, каким-то проблемам внутренним, но и исследованию синего цвета. Но здесь всё идёт прямо в перемешку 50 на 50 процентов, и её жизнь, её грусть, они выходят как будто бы больше на передний план. И синий цвет является спутником этой грусти, и спутником, её исследования о том, что является для неё синий цвет, и чем являлся синий цвет для Витгенштейна, для каких-то других людей. И как Гёте писал, что синий цвет — это цвет Бога. То есть она ударяется в разные тоже метафизические аспекты цвета и исследует его таким образом. Но большее — это, конечно, страдания и грусть. Другая её книга, она совершенно другая, извините за тавтологию, это «Автотеория». И эта книга называется «Аргонавты». Про что она? Она про говорение и про безумную рефлексию. Самая главная мысль в ней — это старая мысль, мне кажется, веками существующая. Если мы по частям заменим корабль «Арго», будет ли это тот же корабль или это будет новый корабль? И она пытается ответить на этот вопрос, исходя из личного опыта, из того, как у неё поменялась жизнь и как она сейчас существует. Наверное, если смотреть с точки зрения зрителя, прохожего, который не включён в историю семьи, гетеронормативный брак, который на самом деле таким не является. И здесь именно очень много теории и очень много рефлексии самой ситуации и ситуации в мире, которая происходит. это не страдание, это скорее эссе и какая-то книга, которая даёт ответ на вопрос, исходя из какого-то чужого опыта. То есть, во-первых, можно соприкоснуться с этим опытом, чего обычно не происходит или происходит, но как-то очень мимолетно, прочувствовать его и пережить через вот эту субъективную боль, которую она и описывает. Не всегда это боль, иногда это и радость. И какие-то вещи, с которыми, допустим, я или вы, находясь в этом теле, в этом городе, в этой стране, никогда бы не столкнулись. Но с ними сталкиваются миллионы людей. Вот просто постоянно, на каждодневной основе. И такая же автотеория — это книга Одри Лорд Зами. Как по-новому писать моё имя? Нужно, наверное, сказать, что Одри Лорд — это очень известная активистка США и одна из самых знаковых фигур. И это её автобиография, но автобиография, которая написана языком ПТС. И здесь как раз можно на себе прочувствовать, каково это быть чёрной женщиной в 50-х годах. Каково родиться чёрной женщиной, каково иметь очень маленькие квоты на образование, каково годами копить на печатную машинку, потому что чёрные все безграмотные. И белый мир 50-х и 60-х годов говорит о том, что они должны оставаться безграмотными, и мы не будем никак поощрять их волю к знанию. Как она работала на заводе вместе с другими чёрными людьми, и как они просто каждый день подвергались и химическому, по-моему, воздействию, и радиоактивному воздействию. То есть каждый день без защиты. И она там проработала, по-моему, около 5 лет точно, и после этого там у многих женщин и у многих мужчин были проблемы со здоровьем. Естественно, никакая страховка это не оплачивала, и туда сгоняли специально людей такого происхождения. У Зами есть ещё другая книга «Сестра отверженная». Там, скорее, сборник её статей программных и воспоминаний её поездки в Россию. Это тоже очень интересно, но Зами, как по-новому писать моё имя, это про её происхождение, про её историю именно жизни, про её романы и про то, как она жила свою жизнь. По сути, это путешествие в прошлое, это попытка вспомнить всё и рассказать. И вот эти попытки вспомнить всё и рассказать, это про рану тоже Оксаны Васякиной, где она рассказывает про свою мать и про своё детство. это про книгу «Разрыв» Джоанны Волш, которая тоже садится путешествовать и пытается отрефлексировать два поинта. Первый — это что такое любовь вообще, в принципе, и как любовь, возможно, в 21 веке через социальные сети. Может ли этот быть контакт натуральным, или мы объективируем друг друга и видим друг друга просто как предметы и просто как какой-то написанный текст на экране не в виде какого-то живого человека. И это путешествие тоже, я бы сказала, Лидии Юкнавич «Хронология воды», книга, которая недавно вышла, которая должна вроде как экранизироваться Кристин Стюарт, насколько скоро она будет экранизироваться и когда скоро она выйдет, я не знаю, но это просто такой распространенный факт. Лидия Юкнавич случайно попала в литературу и она описывает свой опыт, то есть опять описывает опыт суперпотерянного человека, опыт своей юности, опыт пловчихи, опыт странных взаимоотношений с матерью и отцом, опыт своих любовных приключений и опыт женщины, которая пережила мертворождение своего ребенка, то есть книга начинается с этого, и это тяжело читать, это тяжело чувствовать, но как будто бы это вот маленькая дверка в другой мир, как вот Алиса в стране чудес заглядывает, и это возможность прикоснуться с другими женщинами и с их опытами. Книга-репортаж еще я выделяю такой сегмент книг, наверное, можно сказать это так. Это книга Эмили Липтрат «Момент и выгон». Первая книга «Выгон» тоже про алкоголизм, но ее личный собственный, про ее путешествие обратно на Шотландские острова, что она понимает, как она борется с алкоголизмом, что она видит, что она чувствует. А вторая книга «Момент» это посвящение всем, кто несчастливо любил, и это тоже путешествие ее в Берлин, она описывает, как она ходила на свидания, как она обрела отношения и как она их потеряла, и потом уже позже рефлексирует над этими отношениями, что же произошло, почему я так долго не отпускала. И «Момент» мне понравился больше, чем «Выгон», просто потому, что это было как-то ближе. И любой автофикшн, мне кажется, работает то же самое, то есть мы выбираем, мы читаем, и что нам ближе, то и больше откликается. Условно, человек пишет о каких-то проблемах, которые мы имеем тоже в какой-то своей личной жизни, неважно, какого плана, какого характера, и это откликается, потому что это очень рядом. Еще, наверное, я уже буду заканчивать, и я бы хотела сказать, что есть книги, а, вот, кстати, книга-репортаж еще про Мэгги Нельсона, что бы я хотела отметить. Это книга, которая тоже была написана первой, и издана в России позже. Это автобиография одного суда. Это автобиография суда тети Мэгги Нельсон, которая погибла до ее рождения и погибла на кладбище, то есть ее сначала изнасиловали, потом убили. и когда мы слушаем, не знаю, true crime истории или погружаемся в дела маньяков, есть какая-то в этом загадочность, есть интерес узнать, что было в их голове, почему они так делают. Но очень мало таких историй, рассказанных с позиции жертвы, потому что это всегда просто тяжело, и это часто невыносимо. И здесь Мэгги Нельсон, это, с одной стороны, автобиография одного суда, с другой стороны, это история про то, как две смерти повлияли на две семьи. То есть и как одна смерть влияла как бы на следующее поколение детей и на следующее поколение тоже, потому что это было не проговорено, это было не прожито, это было замолчено, из-за того, что никто из родителей не прожил в 50-х годах, 60-х, это просто как бы были какие-то страхи и были какие-то психологические вещи, которые вот как слон в комнате, никто его не замечает, он есть, но мы все делаем вид, что его нет и не обращаем на него внимания. И меня на самом деле поразил финал «Красных частей», я рекомендую их к прочтению, просто я вообще рекомендую всю Мэгги Нельсон к прочтению, потому что она автор контрастов. То есть если вы будете читать книги Эмилии Липтрат «Моменты выгон», они очень сильно похожи, то есть они стилистически построены в форме путешествия, есть какие-то мысли, которые пересекаются, да, тема романов немножко, ну, то есть разная, но форма плюс-минус одинаковая. Мэгги Нельсон играет с формой, то есть и синеты, и красные части, и органавты не похожи друг на друга по форме, и это тоже очень интересно. И еще, наверное, я бы хотела сказать про книгу, которую я, наверное, бы, ну, я думаю, я думаю, что это автофикшн, это мое субъективное мнение. Эта книга была написана Ассей Новиковой, и она называется «Тбилиси loves you». Здесь тоже погружение в город, путешествия и субъективное видение автора города, какие-то знакомства, встречи, разговоры, обрывки и очень много стихов. И это такая радостная книга, и она очень дорогого стоит. Это прям книга о влюбленности в город, о влюбленности в Тбилиси. И когда я ее читала в 2019 году, я думала, вот бы мне такие глаза, вот бы мне такое мироощущение и восприятие, чтобы я приехала в Тбилиси и увидела то же самое, что видит эта женщина, которая это описывает. И на самом деле интересно, что у Асы Новиковой есть еще отдельные стихи, чуть-чуть, и вот есть вот это вот путешествие, лирический гид для путешествующих прекрасный, вот. и на самом деле автофикшен может быть разный, я просто говорила сейчас о том, что я читала и что я видела, как бы я могла их немножко систематизировать, и Тбилиси Loves You это очень радостная книга, ну то есть это не о страдании, и слава богу, вот, потому что в автофикшене много переживаний, и это, наверное, еще, может быть, способ терапии, способ говорения, способ выговаривания каких-то своих проблем, которому невозможно никому донести, но есть лист бумаги, ручка, и есть возможность таким образом поговорить с собой, задать какие-то вопросы, и как раз побыть в этом моменте рефлексии, и может быть, уйти даже куда-то дальше для кого-то, может быть, это буст для того, чтобы исследовать себя и мир, то есть не замыкаться только на своей истории, не писать мемуары, а рассматривать свою историю как часть чего-то большего, как это делает Оливия Лэнг, и последнее, что, наверное, точно уже последнее, что я бы хотела сказать, так как я работаю в издательстве «Тон», недавно у Игоря Шумова вышел роман «В мире животных и немного людей», и там тоже встает вопрос о эгоизме человека и о внутреннем эго автора. И тут я бы хотела привести две разные точки зрения. Я очень люблю автофикшн, и я чувствую, что как будто бы это что-то настоящее, потому что это очень похоже на дневниковые записи, как будто бы человек разговаривает с тобой через лист бумаги и транслирует тебе все мысли и эмоции. это похоже письмо многим людям. Открытое письмо, очень честное, очень искреннее и очень сокровенное. Но есть и другая точка зрения, что это может быть перформансом рассказчика. То есть рассказчик может быть слишком субъективным, быть, выставлять какие-то вещи в слишком неприглядном свете или наоборот некоторые вещи в очень приглядном. Как-то сглаживать повествование и вот эта настоящесть автофикшена, которая покупает, ну, которая покупает на самом деле и привлекает, она может быть суперложная. И мы не можем быть никогда ну, как бы объективно относиться к самим себе и объективно относиться к своему творчеству, наверное. И в этом романе «В мире животных и немного людей» затрагивается как раз этот вопрос, ну, частично, где проходит граница между автором, персонажем и писателем. Как ее отделить и можем ли мы ее так просто отделить автора от автофикшена от героя и правильно ли мы делаем, что мы всегда можем поверить автору автофикшена. То есть правильно ли ему всегда верить? Ну, это такой открытый и подвешенный вопрос. Вот. На этом у меня все. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. У меня есть несколько вопросов. У нас не так много времени на самом деле осталось, но я думаю, что самое интересное, что интересно лично мне, я надеюсь, что нашим зрителям тоже, я успею спросить. В общем, когда только задумали нашу встречу, я начала читать и твои статьи, вообще читать что-то про автофикшен, чтобы немножко погрузиться в эту историю, и размышляла об этом с друзьями, и была озвучена мысль о том, что, сейчас я скажу, я обращаюсь к той мысли, которую ты тоже уже озвучила сегодня в начале, когда я перечисляла этапы, как менялась вся у нас история структуры литературы, что про автофикшен нельзя, нет какой-то определенной точки отсчета, с которого начинается этот жанр, потому что вроде как он современный, и есть примерные годы, когда вот он сформировался, о которых ты тоже упоминала, но многочисленные исповеди, и вот была озвучена мысль о том, что толстовские детство, юность, отрочество это тоже своего рода автофикшен, в определенном роде, если откатиться еще дальше, вообще очень-очень далеко к сказителям, люди, которые исполняли былины, баллады, были такие, перед теми, перед литературой, которая в конце концов созрела как литература, как письменный, печатный формат, формат. Вопрос такой, в твоей статье одной, где ты определяешь, рассказываешь про автофикшен, ты пишешь о том, что этот жанр можно определить как говорение, и получается ли так, что по формату вот этого говорения мы откатываемся вот к сказителям? Я думаю, что нет, потому что если мы откатываемся к сказителям, они же транслировали определенные мифы, которые строятся по определенным канонам, автофикшен строятся не по определенным канонам, то есть это вот я сейчас сажусь перед тобой условно, но мне кажется, еще автофикшен возможен только когда это фикшен, то есть это написанное что-то, и условно я вот пишу на бумаге сегодня, я проснулась в 7 утра, я не выспалась, меня сегодня сбила там тетка в метро плечом очень больно, у меня были такие-то проблемы на работе, и еще там я страдаю от несчастной любви, или, не знаю, у меня проблемы, а, кстати, воспоминания Шантали Аккерман, еще я вспомнила, она там пишет о своей матери, то есть так получилось, что я в начале 22-го года, я уже плохо помню, что я читала, я прочитала Шантали Аккерман, «Моя мать смеется», и я прочитала «Восякину рану», буквально вот одно за другим, это дочерние родительские отношения, дочерние материнские отношения, и вот здесь я бы сказала, что на твой вопрос точно нет, я просто вспомнила, Шантали Аккерман, я хотела сказать, что это еще один как бы подтекст воспоминаний и проблемы, которые могут быть в автофикшене, а сказители это больше про мифы, больше про религию и про религиозное самосознание, ну то есть там же есть архетипы героев, есть вот эта вот знаменитая, по-моему, вещь, которую потом Юнг раскладывал, что в очень многих мифах есть момент, где сын убивает своего отца, и таким образом он становится главой рода, и условно, если говорить сегодняшним языком, сепарируется от своей семьи, сепарируется от воли отца, убивая его, то есть встав на его место, и это про канон, а автофикшен, он совершенно не про канон, он может быть каким угодно, он может начинаться с конца, начинаться начало, с середины, история может закольцовываться друг с другом, она может быть идти из прошлого, она может быть с разрывами, как и воспоминания, вот когда мы читаем вот воспоминания, если там, не знаю, 5-7 лет, человека, который вел дневники где-то утеряны и утрачены, мы просто этого нет, вот, а в каноне мифологии, в говорении, в сказаниях и в устном творчестве это всегда присутствует. Хорошо, тогда вот такой вопрос, сейчас ты сказала про очень разную форму, про то, что там вот начинать с разных мест, я читаю сейчас Герарда Риве, книга о фиолетовом и смерти называется, и там тоже была такая интересная мысль, которую транслировал герой, про роман-диск, что вот, мол, нужно написать роман-диск, который можно будет читать, начать читать с любого места. И я подумала, что это во многом история про форму, и можно ли сказать, что авторы жанра автофикшн, они как-то во многом дают, во многом ориентируются на форму, потому что даже вот эти синеты, про которые я тоже уже прочитала ранее, ну, такая, не совсем стандартная история, просто не та литература, которую мы привыкли читать. Какую роль играет форма вот вообще? Ну, везде по-разному, то есть это все зависит от автора. Если мы берем стандартную книгу путешествия, то там начало, середина, конец, и как бы путешествие выстраивается такой, как бы, линейной структурой, вот есть старт, начало, и либо мы возвращаемся к старту, либо мы идем дальше, и вот в книге «Момент», как происходит конец, то есть Эмилия Липтретт рассказывает историю, но история заканчивается не на расставании, как, мне кажется, в классическом европейском романе бы закончилось, то есть она приехала в Берлин, встретила молодого человека, у них были отношения, и все, расставание, все, на этом как бы вот история, это заканчивается, но в автофикшне она не заканчивается, потому что она понимает, что ее до сих пор держат эти чувства, и как бы истории самой нет, но есть она и эти чувства, и ее мысли, которые никак не выражаются, и есть она через много-много лет, и она возвращается и рефлексирует то, что было довольно давно, и вот это главное отличие, то есть и как еще происходят некоторые строения книг, книга Инферно Айлин Майлз, это тоже очень интересная книга, она написана поэтессой, и за счет, и там очень интересная форма, и она скачет максимально нелинейно, и правда, скачет в своей жизни, Зави, как по-новому писать имя, плюс-минус линейно, Оливия Лэнг плюс-минус линейно, то есть если мы берем к реке, она идет к реке, если мы берем одинокий город, есть какой-то промежуток времени, где она живет в этом промежутке, в этом временном промежутке и в этом городе, Тбилиси Лавс Ю тоже, это место ограничено городом и временем, которое, временем препровождения, которое, как мне кажется, плюс-минус в хронологическом порядке идет повествование, здесь же есть совершенно разные формы, то есть есть Маги Нельсон, которая играется с формы как угодно и вытворяет все, что угодно, у нее и автобиография одного суда, и автотеория, и синеты, но есть люди, которые плюс-минус как бы подвержены этому канону, но они играют не совсем с формой, а с нарративом, то есть мы привыкли, что нарратив это история, которая рассказана с начала и до конца, если мы берем книгу, роман Лидии Юкнавич «Хронология воды», вот с первых страниц она описывает, как она там в возрасте, мы не считываем ее возраст, но мы считываем ее как женщину, которая пережила мертвое рождение своего ребенка, и вокруг, и это старт, то есть и потом мы только узнаем о ее детстве, об отношениях с отцом, о подростковом периоде, о ее первом браке, как он начался, какие были взаимоотношения, и все вот так вот, и все эти моменты, они пересекаются только к какому-то моменту, к которому она подводит, то есть исследуя свою жизнь, рефлексируя свою жизнь, она видит какие-то связи, которые не видит никто, кроме нее, и рассказывает о них, и в этом, наверное, прелесть автофикшена в том, что человек изнутри, пока он пишет, он исследует себя, во-первых, исследует свою жизнь и постоянно рефлексирует над ней, ища какие-то события, события совпадения или события, которые, правда, как-то друг с другом связаны, но он или она до этого никогда не замечали. Некрасивую вещь, наверное, скажу, но в целом для лучшего понимания и для очень-очень-очень упрощения у меня возникает такая ассоциация, что вся вот эта история с жанром автофикшен похожа, образно на блогерскую историю, которая окружает нас в целом в разных жанрах, я не знаю, как это назвать, в разных форматах. То, что мы видим в социальных сетях, это те же самые путешествия, это те же самые, вот ты говоришь про между личным и публичным, но тем не менее, да, это, конечно, все обращение к самому себе, к своим собственным переживаниям, но вот эта книга «Зами, как по-новому писать мое имя», ты рассказываешь, я думаю, что это все-таки через призму личного, вопрос публичного, так или иначе, это какая-то социальная история, гражданская даже. Это мунифест, да. Вот. Путешествия вот про Оливию Лэн, которая по реке, можно ли сказать, что это в целом, у меня вообще вопрос, это у меня просто такая ассоциация, вопрос у меня звучит так, я с людьми, которые внутри литературы, особенно внутри современной и внутри текста вообще понимают всю эту историю, интересно, интересно вот какой вопрос. Постоянно у нас язык менялся, вот во всей нашей истории, взять там историю нашей страны, постоянно появлялись новые люди, которые трансформировали язык, экспериментировали, играли по-новому. И вот мы живем сегодня в очень странные времена, не совсем понятно, какой язык актуален сегодняшнему дню. И можно ли сказать, что язык вот этого жанра, для меня, вот я говорю, если очень упрощать, то это такая в мире блогерство во всем, это переносится вот в такие личные мысли, но уже в книге что-то более выстраданное, наверное, более содержательное. Ну тут как бы смотреть, на самом деле, просто сам жанр автофикшена, он появляется в 1980-х, то есть он формируется как термин, и мы-то можем ретроспективно на многое смотреть и говорить, что а вот Гима Пассан вообще-то вот в этом своем произведении, это очень похоже на автофикшен, но тогда не было такого понятия. И здесь как бы тоже важно как бы разграничивать и условно не говорить, что вот там Гомер тоже писал автофикшен, естественно нет. Но про блогерскую историю как будто бы и да, и нет, потому что блогерская история это больше про картинку, про визуальный опыт, а визуальный опыт, он всегда идеологичен. То есть там всегда есть идеология, хотя в текстах тоже есть идеология, есть какие-то мысли и фразы, которые несут мир, и мы никогда, как бы не всегда мы можем сказать, что автор объективен, каким-то событием. Но еще важно, что автофикшен — это эмоция, это очень эмоциональный текст. И иногда, когда человек там пишет автофикшен, он может его не редактировать. И как вообще, один из примеров автофикшена — это у нас почему-то в российском книгоиздании очень много переводят автофикшена именно женского, но есть мужские авторы, и один текст автофикшен, там, по-моему, три или пять томов, я могу ошибаться, автора я вам, к сожалению, сейчас не скажу, мужчина просто понял, что у него творческий кризис. И он садился за бумагу и писал все, что с ним происходило за сегодняшний день в третьем лице. И эти три, по-моему, тома были изданы без редактуры. То есть вот все, как он написал, все, как на духу, по сути, это были дневники, но он понимал, что это будет издаваться. И он понимал, то есть первоначальная задумка была справиться с самим собой и заставить себя писать. То есть это был инструмент писателя. Но этот инструмент вышел из-под контроля и стал сам по себе интересен как жанр и как форма. Потому что вот опять это вот та искренность, о которой я говорила. И визуальная форма блоги это как будто бы... Сейчас я, наверное, скажу странную мысль, но это тоже моя субъективная мысль. Очень легко фальсифицировать. То есть есть приложения редакторские, есть фотошоп, можно там наложить себя на фоне моря, убрать лишние килограммы, сделать лицо живее, бодрее, лучше, убрать там капилляры и так далее. И сделать красивую, дорогую картинку, которая продается. Автофикшн, он не про дорогую картинку. Он про эмоции, мысли, чувства. И мне кажется, что на протяжении вот даже вот такой книги, которая была написана тоже раньше, биомифография. В 1902 году она... В 1902, конечно, году, не в 1902. В 1982 году она была написана, и тогда не было понятия блогерства, во-первых, как мне кажется, а во-вторых, очень тяжело врать на протяжении вот стольких страниц. Ну, просто очень тяжело фальсифицировать и не выпасть куда-то и помнить все факты, которые ты сказал до этого. Поэтому быть искренним — это здесь выбор, как мне кажется. Но ты сама тоже говоришь о том, что стоит вопрос о том, насколько, ну, можно ли доверять на 100% авторам. Но это не моя точка зрения, это точка зрения сознавателей издательства том. И это как бы небольшая реклама романа в «Мире животных», потому что там поднимается этот вопрос. Вообще, вот сейчас ты сказала еще про то, что больше публикуют, выпускают, переводят. Женщин как будто вообще в этом жанре больше, нет? Нет, на самом деле нет. Просто некоторые книги не переводят. Просто, как мне кажется, есть какие-то книги, в которых заинтересованы крупные издательства, такие как Адам Маргинам, и они переводят успешно Рэйчел Каск. Но мне Рэйчел Каск не очень близка, потому что это повествование как бы достаточно богатой женщины в Лондоне, и она писает о каких-то проблемах, к которым моя жизнь имеет отношение, потому что, условно, есть какие-то вещи, которые в Лондоне гораздо лучше, чем в Москве и чем в России. И это иногда странно читать просто, и как-то просто мэч не сложился, условно. А мне нравятся именно книги, опять-таки, субъективное мнение, субъективный взгляд, где есть возможность посмотреть чужими глазами на вещи, с которыми бы я в своей жизни никогда не соприкоснулась. Это и Зами, это и Шанталья Керман, это и Красные части. Надеюсь, я никогда не переживу то, что пережила Маги Нельсон, потому что это, правда, очень ужасные вещи. И Тбилиси loves you, потому что, мне кажется, я на Тбилиси не смогу смотреть такими глазами, какими смотрела Аса Новикова в 2019 году. У нас заканчивается время, и я не успеваю задать вопросы про редакторскую конкретную работу, поэтому я задам один общий. Вот ты редактируешь, ты являешься редактором в издательстве. Задача редактора отличать удачное от неудачного, вообще руководствуясь какими-то определенными принципами. И вот ты, работая с жанром автофикшн, какими принципами руководствуешься, когда редактируешь тексты? Потому что это все-таки тоже про личную какую-то историю, правильно? Ну, не совсем. Я не хочу спойлерить, но да, там есть немного личной истории, но это не автофикшн-жанр, не совсем то. То есть не в моем понимании. Я вообще руководствуюсь, когда я редактирую текст, я пытаюсь отбросить свое личное и полностью погружаюсь в текст и руководствуюсь простым принципом. Если бы я это прочитала в книге, мне было бы это ок или не ок? То есть если я читаю и вижу какой-то неудачный момент, я прошу это переписать, потому что, ну, как бы, это просто неудачно выглядит. Это может быть иногда лишено какой-то логики, это может быть выпускать какие-то другие моменты, которые я вижу в повествовании. Это можно вставить в другое место, чтобы это было более, ну, красиво, наверное, или лучше смотрелось. Я смотрю на какие-то художественные варианты, как можно некоторых персонажей некоторых задвинуть, а некоторых, наоборот, вынести вперед, если это художественная редактура и в мире животных, и немного людей. Так оно и было. То есть это были 14 разных версий книги, приоткрою завесу, и все 14 отличаются друг от друга намного. То есть это такая полноценная линейная работа. Я бы сравнила, может быть, это вот с… Вот есть камень, и вот как бы есть какие-то наметки на этом камне, но чтобы сделать полноценное произведение, которое вышло бы уже в мягкой обложке на прилавке книжной, это нужна работа, это нужно перечитывание, это работа и автора, и редактора, и еще других людей, которые смотрят и читают книгу, потому что, как мне кажется, одного взгляда, во-первых, никогда недостаточно, и, во-вторых, мы каждый все равно субъективно воспринимаем какие-то вещи, и некоторые вещи я могу просто пропустить глазами, потому что у меня глаз замылился, а другой человек нам посмотрит и скажет, а вот тут что-то не то, тут оказывается имя героини перепутано вообще с другим именем, а я как бы уже привыкла в трех последних версиях видеть именно так. Вот, поэтому здесь, мне кажется, это кропотливая работа, и это тяжело, тяжело убеждать иногда автора принимать правки, потому что как же так, это же моя самая лучшая работа, и ты тут со своими правками лезешь, вообще уходи, но я сама такая же, то есть когда я пишу статьи, и у меня выходили статьи под редактурой в разных ЗИНах, я все правки воспринимаю, что такие, потому что как будто бы первая версия, она самая лучшая, самая выстраданная, а потом как бы, ну да, ладно, хорошо, здесь правда, это смотрится лучше. Но еще есть разные редакторы, есть разные люди, как они работают с текстом, есть редакторы, которые пытаются пропихнуть какое-то свое мнение, и сказать, вот так мне не нравится, переделывай. А есть люди, которые с вниманием и с какой-то бережностью относятся к тексту, который уже был написан, и пытаются его редактировать и делать лучше, не задевая сильно чувства автора, и смотря на текст, как уже что-то цельное, но что нужно улучшить и как бы проабгрейтить больше. И это два совершенно разных подхода. И, к сожалению, в российском книгоиздании, насколько я знаю, и вообще не только книгоиздании, в любой редакторской деятельности часто присылают довольно грубые правки, и это может быть обусловлено опытом, и автор может быть с ними не согласен. И еще, наверное, самое важное, ну даже не важное, просто такая заметка, оказывается, те переводы, которые мы читаем, это 80% редакторской работы, потому что переводы, на самом деле, переводчики не редактируют сами, иногда это просто, ну, подстрочный перевод, это просто слова, и редактор делает книгу, той книги, которой можно читать, и раньше это было лучше, в том плане, когда был институт советских переводчиков, там был институт издателей, и издатели очень сильно старались, чтобы вышла хорошая книга, например, наверное, это детская книга «Властелина колец», толки она, советская, вот с этим странным персонажем, вот, и поэтому, вот, об этом всегда надо помнить, и всегда все, что мы видим в переводе, это недостаточно, потому что книга-издание в большей части независимая, и в оригинале как будто бы читать всегда лучше, но читать книги, которые издаются, это как бы поддержка всем, поддержка авторов, которые находятся в других странах, и поддержка книга-издания, которая сейчас старается и пыжится изо всех сил, издавая какие-то книги, имея практически ноль рублей, ноль копеек на какую-то работу, и переводчики трудятся за минимальный, там, я не знаю, прожиточный минимум, чуть выше прожиточного минимума, очень неоплачиваемая работа, поэтому поддерживайте книжные магазины, поддерживайте книги-издания, покупайте книги в независимых книжных магазинах, и наверное, вот так. Супер. У меня последний вопрос тогда, это заключительный вопрос, я его часто задаю здесь на сцене, меня вообще вдохновляют люди, которые вот в сегодняшние времена упорно продолжают делать свое дело, даже пускай оно не очень большое, но тем не менее вся вот эта работа с издательством, я посмотрела там социальные сети, паблики, все в этом духе, и я вижу, что есть моменты, когда там проживают сложности определенные, ну в связи, видимо, со временем, в котором мы живем. Вопрос очень простой, что вообще дает силы сегодня, на чем держишься, и что вдохновляет тебя? Ну, наверное, опыт как раз других людей. Книга, которую я прочитала в марте 22-го года, это Сьюзан Сонтак, «Смотрим на чужие страдания», и она как-то вставила чуть-чуть голову на место, и Вирджинии Вульф тоже, ну вообще книги и комьюнити людей, которые понимают, что они объединяются, непонятно пока зачем, непонятно, что они будут делать дальше, и еще так появился спонтанно летом 22-го года «Ридинг-клуб», который я веду, и раньше это была больше точно не художественная литература, а больше критическая, связана с феминистской литературой, связана с исследованиями культурными, с какими-то программными книгами, и когда просто эти люди начали встречаться еженедельно, разговаривать о книгах, разговаривать о впечатлениях, и это очень хорошее ощущение как раз спасения от одиночества, пусть это было и в онлайне, и пусть это было с используя инструменты каких-то технологических возможностей, вот, просто ощущение, что ты не один в этом, вот, наверное, как-то так, искать общности, читать книги, и искать вещи, которые стабильны, как солнце, как море, как ветер, как камни, наверное. Да, еще я скажу, наверное, последней вот такой фразой. У Лидии Юкнавич, после того, как она описывает, как она справлялась как бы со своей эмоцией, вообще с ощущением пережитого мертвого рождения ребенка, и она говорила, собирайте камни, ходите вдоль рек, собирайте камни, собирайте камни, складывайте их на свою кровать, на свои тумбочки, на свои полы, чтобы у вас не осталось места. Камни — это земля, земля — это сила. Ну вот, наверное, вот так. Спасибо большое. Можно задать вопросы, если у кого-то не возникли, вот сюда нужно подойти. Неужели не возникло ни одного вопроса? Да, у меня такой вопрос по поводу автофикшена и все-таки его определения. Вы просто очень много говорили о терминологии, о жанровой специфике, но мне показалось, что вот автофикшен — это скорее история про какую-то борьбу за пространство. Я вот, я почитал статью Натаси, я вычитал, что это где-то в 70-х годах там был какой-то писатель или философ, я не знаю, который вот заявил то, что все, довольно вот персонажи, за которыми мы можем спрятаться теперь, мы реальные люди, которые пишут о себе или дополняют себя, пускай мы невеликие личности, но мы что-то там от себя еще добавим и всю эту историю. И это просто звучит неубедительно, как новая жанровая специфика. Просто как будто бы литература это знала и так. Но мне кажется, важен вот этот постмодернистский или не знаю, метамодернистский ход, когда ты называешь что-то с новым именем и присваиваешь это себе в жажде остаться вот в такой стезии. То, что вот ты изобрел для себя новый жанр и ты его представляешь. И я не могу сказать, что это плохо или хорошо, это просто то, в чем мы живем. Это в целом довольно свойственно сегодняшнему веку, когда ты пытаешься завоевать пространство, как можешь. Через слова зачастую, как феминитивы, многие за них борются. Такую, там, где тебе просто это возможно. Насколько это справедливо, такая оценка. То, что это именно скорее про социальное отстаивание себя и своего творчества в истории, чтобы не дать его замазать там великим классиком. Что вот сохранит для себя такую ячейку, и пусть про него там через сто лет даже никто не вспомнит, но зато вот в какой-то там истории литературы останется эта ниша как автофикшн. Потому что, ну можно спорить долго там, а Лимонов это автофикшн, мне кажется, нет, потому что он так себя не называл. Мне кажется, автофикшн это то, кто себя так называет. Ну как с гендерами у нас работает, да, или с прочими вещами. Сколько вот такая точка зрения может быть справедлива? Ну вообще, автофикшн это больше, ну и про свои эмоции, про свои чувства тоже, но это обрывки, это может быть вообще бессвязный текст. Вот еще, многие про это забывают. То есть это может быть просто написано абракадабра и изданное, так как она издана. При этом, то, что как называют, это очень странные трансгрессивные формы, которые сейчас, как бы назвали, автофикшном, который сейчас стал популярен в Европе в 2000-е и в России в 2010-е. Вот Зами, биомифография, она ни слова не говорит об автофикшне. или «Красные части», или «Вирджинии Вульф». Опять-то же, этот роман очень похож на просто субъективное видение автора, за которым прячется все остальное, повествование, и все герои на самом деле не нужны. Поэтому про завоевание пространства, мне кажется, некоторые работы, да, они имеют место жить. Ну, как бы, и даже про завоевание пространства, то, что я говорила, это про опыт, то есть попытка сказать свой, оставить свой голос о своем опыте. В таком плане, мне кажется, точно да. С феминитивами тоже весело, потому что они же появились в 2020-х. Не про это, а про то, что это похоже на это. Ну, как бы, да. Борьба за слова, чтобы оставить себе пространство хотя бы в словах. И типа слова — это тоже важно для того самого самоопределения, в том числе как писателя. А по поводу вот формы... Мне кажется, многие нет. Мне кажется, многие вообще с такой позиции не транслируют. Мне кажется, если оставить, то опыт. Опыт. Опыт, как бы сказ о своем опыте, и который там обычно не становится... Точнее, этот опыт не видим в классической европейской литературе совсем, он не представлен. Просто вот, когда ты говоришь про формы и про... Вы, извините. Про формы и про их особенность в автофикшене, про то, что это значимо для автофикшена как для определения жанра. Но ведь поток сознания изобрели... Ну, не в автофикшене, это было давно, это были битники, я не знаю. У Джойса тоже была довольно своеобразная форма. Новинка, какая-то новизна и вызывающая некая основа, характер формы, это же не придумано вчера. Это столетие развития литературы. И про субъективный опыт, ну, литература, она вся про субъективный опыт. Вот я про что хочу сказать. Не совсем. Ну, та же война и мир, это не субъективный опыт Толстого. Он не видел войну, он работал в архивах и основывался на... Он видел войну, он прошел Крымскую войну. Он был в обороне Севастополя. Но отечественного-то нет, про которое он писал? Ну, да, нет. Не прошел. И здесь есть, как бы, ну, такие подводные камни. Битники писали, но под чем они писали? Под веществами. Это другое совсем. Ну, не прям сразу под веществами. По-разному, мне кажется, бывало. Иногда и на трезвяк могли что-то вытащить. Бывало по-разному, но были периоды, когда они писали прям под веществами. Это были опыты. Кен Кизи тот же. Алкоголь. Вещества. И мы говорим, как бы, немного о других, как бы, измерениях одного и того же текста. Все они, безусловно, есть преемственность в этом. Кен Кизи учил Лидию Юкнавич. И именно последний роман, который был написан «12 студентами-магистрами», на самом деле, она была ни студенткой, ни магистром. Она просто туда пришла, потому что я позвала подруга, и она тоже писала этот роман. Его можно, как бы, загуглить. Это уже на рубеже жизни Кена Кизи. И все связано со всем на самом деле. И все люди, мастодонты, литературы того времени, они влияли, естественно, на людей, которые потом писали автофикшн, и потом были активистами, и, не знаю, впереди своего какого-то движения. Одри Лорд, Кэти Акер, они, безусловно, мне кажется, пересекались с этими людьми, потому что они были в одной стране, у них была такая возможность. И эти связи есть, но и субъективные связи тоже есть, но они же не выпячиваются в традиционном романе, ну, то есть «Война и мир». Главное здесь не личность Толстого, даже если он вписывает какие-то события личной биографии, то как предложение, то оно там имеет эпизодическую роль и добавлено больше для красоты, чем сказать, что вот, на самом деле, я вот сделал предложение, вот так, ну, скорее вот в таком роде. Но ведь на самом деле нет, и субъективный опыт Толстого в войне, он тоже важен, как, ну, там же идея на красоте заключается, что война, она никогда не меняется, собственно, ну, когда вот он описывает Бородинское сражение, это прикликается у нас, ну, я не знаю, с теми же писателями, которые уже даже о Второй мировой войне писали. Ужас, суматоха, чем стреляют, а, собственно, не так, мне кажется, важно, и как там подвозят боеприпасы на санях или на машинах, мне кажется, что, ну, все-таки это история, ну, про Толстого во многом, про его взгляд на жизнь. История Толстого в крымских рассказах. Я прям четко ограничиваю. Это автофикшн, это автофикшн в крымских рассказах. Нет, это не автофикшн, но там прям субъективная история Толстого, его ужас войны, который он описывает, субъективный, который он видел. Бородинское сражение он не видел, он не был там, поэтому... Да, я понял, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Все? Да, пожалуйста. Раз, раз. Да, здравствуйте. Вам не кажется автофикшн как жанр несколько самопротиворечивым? Мне кажется, вы упоминали об этом в начале вашей лекции, то, что то, что отличает личный опыт от какого-то традиционного нарратива, что под ним может быть тяжело подвести итог. У него может не быть структуры, прогрессии, темы, вывода. Личный опыт это стечение некоторых обстоятельств, у которых может не быть какого-то итогового смысла. Но в книгах, о которых вы сегодня говорили, там личный опыт, как я понял, в большинстве случаев связываться с какими-то социальными проблемами. Вам не кажется, что в этом нет, есть некая противоречия? Ну, с одной стороны, и да, и нет, потому что каждая книга по замыслу автора строится каким-то образом. И очень тяжело на самом деле ограничить рамки автофикшена и сказать, что это вот как бы это и очертить какую-то понятную область, потому что есть разные книги и разные выводы и разные формы написания. И мы не можем их свести к тождественному, даже в рамках одного автора. Мэгги Нельсон «Красные части» и Мэгги Нельсон «Синеты». Это две абсолютно разные книги. Это суд, это материалы суда реальные, которые были, это воспоминания, это воспоминания её, это воспоминания её детства и какие-то воспоминания о её матери, о каких-то, не знаю, её повадках, которые выдавали страх смерти близких людей и то, как она вообще, как вообще со страхом смерти справляла вся её семья. «Синеты» это про грусть, это просто заметки, как вот как будто бы в телефоне она взяла и распечатала много заметок. Как одним словом это назвать? Как бы поэтому это и говорение, и субъективный взгляд, это и... Вообще, самое точное описание — это жанр на пересечении других жанров. Это что-то между мемуарами, личным дневником и рассказом. Спасибо. Всё? Вопросов нет больше, да? Пожалуйста. Да, здравствуйте. Не кажется ли вам, что вся история с автофикшеном немного напоминает споры о феномене женского письма, о котором Элена Сексу и Ригаре говорили? Ну, как бы, в принципе, о существовании, о том, можно ли свести все книги отдельного автора к этому стилю женского письма, если говорить? Вот. И немножко к этому же вопрос, под вопрос. не кажется ли вам, что женское письмо можно считать, можно поставить равно между женским письмом и автофикшеном, но только со стороны женского письма? То есть не весь автофикшен, естественно, женское письмо, но почти всё женское письмо автофикшен. только женское письмо, которое вот именно феномен, феминый стиль вот этот вот, если знакомый. Да. Нет, мне кажется, что нет, потому, ну, как бы, потому что в автофикшене мы не можем поставить равенство, потому что автофикшен — это про разный опыт, это не только про опыт женщины, это как раз про мужчину, который я рассказывала, что он как раз написал три тома своих, как бы, дневниковых, но не совсем дневниковых воспоминаний и опубликовал это. И женское письмо, оно вот тоже, женское письмо, которое мы имеем сейчас, оно больше, если вообще, сейчас сформулируемся, если обращаться к таким мастодонтам, как сексу, то это про теорию. Она эмоционально пишет с феминистской оптики про письмо как литературовед. Это не автофикшен. Ну, то есть, это ее статья или эссе. И это женское письмо появилось, мне кажется, как феномен раньше, потому что важно было найти свою точку зрения на этот мир, отказываясь от male gaze по Лауре Малви. То есть, если мы обращаемся к статье Лауре Малви, она пишет о том, что когда мы смотрим фильм, мы смотрим его мужским взглядом. И этот мужской взгляд пронизывает все. То есть, камера, режиссер и будучи женщиной, мы все равно смотрим фильмы с вот этим мужским бэкграундом. и попытка найти женское письмо — это попытка отказаться полностью стереть этот male gaze и попытка найти что-то новое, вообще не похожее на это. И вот это новое, совсем не похожее на это, мы можем называть как угодно, это может быть какие угодно формы, это могут быть и просто рассказы, это может быть и вот опять роман Вирджинии Вулф и ее другие романы. «Миссис Дэлауэй». «Миссис Дэлауэй» — это про автофикшн, то есть и точно женское письмо, но могу ли я называть его автофикшном сегодня? Скорее нет, чем, да, потому что эта книга написана достаточно давно, и таких книг много на самом деле. Сильвия Платт «Под стеклянным колпаком», и женское письмо, оно феноменально, то есть Эмили Диккенсен тоже, и вокруг этого феномена непохожести всей той литературы, которая была, вокруг этого строится женское письмо как можно по-другому. Иногда, мне кажется, это утрируется, иногда, мне кажется, специально делается все непохожее, чтобы оторваться от этого условно мужского канона западноевропейского романа. Даже если мы вспомним, допустим, Жорж Сант, она же писала под мужским псевдонимом, у нее типично условно мэйл, гейс, мужские романы западноевропейские, и хотя ее некоторые очерки о сексуальности тоже, то есть я не знаю много про Жорж Сант, но есть тоже моменты, где она брала этот мэйл гей, заимствовала и писала с его точки зрения, а были моменты, которые были скандальны, потому что она брала в какой-то момент этот брасывала, и это было непристойно не только женщине это делалось, а мужчине было непристойно такое писать, тем более женщине, то есть когда это все вскрывалось, поэтому, наверное, ответ будет такой. Другой вопрос, вы упоминали вот разницу между, пример был про Толстого, между человек, между толстым писателем, толстым человеком и толстым героем, вот я помню, даже там какие-то уровни были, но сейчас не очень могу вспомнить, чем конкретно отличается Толстой, допустим, толстой человек от толстого писателя, вот именно во время написания определенных текстов. Ну, это пример вообще Ролана Барта в его статье «Смерть автора», и он использует Бальзака и конкретный роман, и я приложила это на Толстого, почему? Сейчас я объясню. Толстой человек это человек субъективный, который как-то мысли думает и понимает, Толстой писатель это скорее человек, который понимает, что ему нужно выжить и написать сколько-то страниц о чем-то романа, и при этом внести какую-то мораль обязательно, потому что в то, в девнадцатом веке романы без какой-то морали, без какой-то такой мысли основополагающей, которая пронизывает весь текст, сложно помыслить, особенно в русской литературе. И там уже как бы допустим, Толстой не как герой, но герой Толстого Пьер Безухов. Можем ли мы отождествлять там, не знаю, некоторые мысли Толстого с мыслями Пьера Безухова? Думал ли так Толстой когда-нибудь? Ну вот как бы вот такие примеры. Толстой Толстой Толстой